На ринге встретились юные спортсмены из 60 регионов страны. Это, как говорят судьи, лучшие из лучших. Три сотни победителей предыдущих этапов спартакиады, учащихся России по боксу. Вопреки убеждению, что лето не сезон для турниров, участники поединков успели подготовиться и настроены на победу. На эти соревнования приехали все сильнейшие спортсмены от федеральных округов. Это только победители. Ребята, которые заняли второй и третий метод, сюда уже не попадают. Поэтому здесь собраны все сильнейшие боксеры России. Наша команда представлена шестью спортсменами, пять девушек и один парень. Анастасия Паничкина в свои 16 лет может похвастаться большими победами. Выступала на первенстве России по кикбоксингу в разделе «Фуллконтакт». Стала финалисткой международных соревнований. Чемпионка настроена решительно. Признается, соперники в боксе серьезнее. Поединок требует предельной концентрации. Тактику боя Анастасия решила выбрать уже после выхода на ринг, опираясь на подготовку соперниц. Со всеми на самом деле по-разному. Ведь ты привык, например, кто-то низкий, кто-то высокий. И ожидать от одного одного, а от высокого, например, другое ты ожидаешь. Волнение всегда присутствует, потому что если ты не волнуешься, то ты человек, ты не чувствуешь ничего. Когда решается судьба медали за боксерским поединком, вдвойне интереснее наблюдать. Для зрителей это пара часов спортивного зрелища, а для финалистов лишь несколько минут на ринге. Но самых главных и решающих. В этом году к Спартакеаде присоединились спортсмены Луганской и Донецкой народных республик. Первый бой в первой паре провела Светлана Яхонтова. Несмотря на легкий мандраж, одержала уверенную победу. Конечно, было тяжело, но собралась. Все провела бой, вроде неплохо, тяжело, конечно. Эмоции получила, это как адреналин такой. Завтра, надеюсь, будет легче. Светлане предстоит выйти на ринг еще три раза. В течение шести дней спортсмены будут бороться за победу в 13 высовых категориях. В этом году Спартакеада проходит на площадке Ульяновского дворца единоборств. Его построили по нацпроекту «Спорт. Норма жизни». В 2023 году мы его достроили, и сегодня мы имеем честь и возможность принимать основание такого высокого уровня. Для региона бокс является базовым видом спорта, олимпийским, со своими замечательными традициями. Победителя определит судейский состав. Спартакеада завершится 27 июля. Александра Никитина и Геннадий Бухтояров. Уллправда. ТВ.